В эфире программа «Городские встречи». В студии Дина Исляева и сегодня у нас в гостях Елена Селевестрова, помощник прокурора Рязанской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних. Здравствуйте! Добрый день! Мы сегодня поговорим о проверках, которые прошли в спортивных школах. К сожалению, из-за трагического случая во время тренировки умер подросток. Проверки проводились во всех школах или как-то выборочно? Проверки были проведены практически во всех школах. Проверялись не только спортивные школы, также проверкам были охвачены и образовательные, общеобразовательные школы. Проверки проводились и в городе Рязани, и в сельских районах, и в областном центре, и в других районах нашего региона. А были ли выявлены факты, когда детей зачисляли в спортшколу без соответствующей справки от врача? К сожалению, такие факты имели место. Например, в спортивной школе «Звезда» Рыбновского района были выявлены такие случаи. В результате таких нарушений прокурору было внесено представление, оно рассмотрено, и нарушения были устранены. Кроме того, такие нарушения выявлялись и в ряде других областных и муниципальных спортивных школах. На сегодняшний день, я полагаю, что все эти нарушения устранены. Кроме того, не просто не было справок, а в некоторых случаях имели место, были справки. Однако в этих справках не было указано, что ребенок имеет право заниматься конкретным видом спорта. Например, легкой атлетикой. Что являлось нарушением санитарно-эпидемиологических правил. В настоящее время такие нарушения также устранены. По фактам внесены представления. В некоторых случаях возбуждены были дела об административных правонарушениях, и виновные лица привлечены к административной ответственности. Но все-таки обратить внимание на то, чтобы им было указано, каким спортом должен заниматься ребенок. Это должны родители или все-таки врач? Во-первых, справку должен выдать, соответствующую справку должен выдать врач. Просто врачу тоже нужно объяснить, для чего нужна эта справка. Когда родители обращаются, они должны сказать, что мой ребенок идет заниматься в такую-то секцию, допустим, легкой атлетики. Нам нужна справка именно для занятия спортивным, в спортивной школе, спортом. Не общее, что он здоров. Потому что, может быть, ребенок и здоров, ему нужно заниматься. Но смотря в спортивных школах дополнительные нагрузки, поэтому требуется определенная справка. Не должно быть таких справок, где не указано. Во-первых, родители должны свою ответственность чувствовать, что вы отвечаете за жизнь и здоровье ребенка. Ну и когда ребенок приходит уже в спортивную школу, то образовательная организация несет за это ответственность, за охрану его жизни и здоровья. Поэтому при приеме его в определенную секцию нужно смотреть, указано ли в этой справке, что ему разрешено заниматься таким-то видом спорта. А были ли школы, где детей не распределяли в зависимости от состояния здоровья по разным группам? К сожалению, такие факты были выявлены в ходе прокурорских проверок. Например, прокурору Михайловского района было установлено, что в трех школах в листе журнала здоровья не определены, не отнесены ни к одной из групп ученики девятого класса. После проверки все это было приведено в соответствие и ученики были распределены по группам. Кроме того, прокурору Рязанского района был, в Рязанской школе был выявлен факт, что ребенок инвалид, с ним не проводили занятия в специальной группе, он был зачислен в общую группу. Ну и как мы понимаем, что для ребенка инвалида, для него, конечно, определенные физические нагрузки должны быть. Тоже этот факт имел место, по данному факту были приняты меры и в настоящее время все-таки эти данные нарушения были устранены. Но все же вот эта информация, она должна ли как-то собираться? В школах. Ну обязательно. Любой образовательной организации, как я уже говорила, отвечает за жизнь и охрану здоровья ребенка. Поэтому образовательная организация должна соблюдать законы и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и санитарные нормы и правила, в которых прописано, что ребенок должен быть для того, чтобы ребенок занимался физической культурой и спортом, он должен быть здоров. Для этого необходимо провести профилактический осмотр. В школах профилактические осмотры проводятся. Кроме того, если не есть необходимость, дополнительно обращаются и как сами родители, так и со стороны образовательных организаций могут быть направлены для дополнительного обследования. И эти справочки обязательно должны быть. И результаты профилактических осмотров, с учетом этих результатов должны быть определены группы. Потому что это вопрос о здравоохранении, который отвечает за здоровье наших детей. А если говорить о педагогах и других специалистах, работающих в школах, все ли они имели право работать с детьми? Вы знаете, факты о том, что... Нельзя сказать, что у нас работали... В ходе проверки были выявлены такие факты, что с детьми работали ранее судимые, либо с психическими какими-то отклонениями, заболеваниями. Но, к сожалению, имели место факты, когда подтверждающих справок о том, что данные педагоги не привлекались ранее за совершение каких-либо преступлений, или они имеют какие-либо заболевания, не позволяющие им работать с детьми. Таких вот справок в некоторых учреждениях не было. Ну, допустим, прокурором советского района такой факт выявлен в спортивной школе «Олимпиец». Там имело место, что у ряда работников не было справок об отсутствии судимости. Ну, фактически проверка показала, что, да, действительно, эти лица несудимы, и они в настоящее время принесли соответствующие справки, теперь все приведено в соответствии. Могут работать спокойно. Могут, все могут работать спокойно. Раздевалки, залы были в надлежащем состоянии в школах? Не во всех школах также раздевалки. Вот я уже говорила о том, что у нас школа Михайловского района номер два отсутствовала, не работала душевая, хотя по санитарно-эпидемиологическим нормам необходимо, что также при занятии физкультуры и спорта должно быть работать душевая. Вот в некоторых школах также и в Скопинском районе выявляли, что не соответствует, что недлежащим образом не было давно ремонта, да, то есть какие-то, что невозможно обработать помещение соответствующим образом, поскольку окрашенная поверхность уже имеет повреждения. В настоящее время тоже такие нарушения устранены, либо принятые меры к тому, чтобы данные нарушения устранить. А нарушения пожарной безопасности где-то были? Нарушения пожарной безопасности были выявлены прокурором Ряжского района. Алые паруса, в спортивной школе Алые паруса. Там не было своевременно, был нарушен норматив по огнетушителям, на одном этаже вместо двух находился один, и пожарный водопровод, что касается рукава пожарного, не было своевременно перезаряжен, то есть не было каких-то, проведено соответствующих проверок на его работоспособность. По данному факту, этот факт также был отражен прокуратурой области в представлении министру физкультуры и спорта. В настоящее время нарушения устранены, поэтому виновное лицо там привлечено, оно не привлечено, пока возбуждено дело об административном правонарушении, но по результатам его рассмотрения будет принято решение. А штрафы большие? Ну, там разные штрафы, там по статье 20.4, там в том числе есть еще и предупреждение, все зависит от того, как административный орган рассмотрит. А санитарная обработка инвентаря во всех школах проводилась? Также выявлены случаи, что и санитарная обработка инвентаря проводилась не во всех случаях. Например, не проведена инвентарная также вот в Михайловском районе, то есть инвентарь в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами должен обрабатываться мыльным, содово-мыльным раствором, он должен обрабатываться ежедневно. Ну, такие факты были выявлены в некоторых школах, что не всегда обрабатывали. Проверка проводилась же не только одними прокурорами, то есть проверка проводилась во взаимодействии с органами Роспотребнадзора, поэтому специалисты Роспотребнадзора такие факты зафиксировали и дали свое заключение, на основании чего прокурор принял соответствующие меры прокурорского реагирования. Вот те нарушения, о которых мы сейчас с вами говорили, вот в какие сроки они должны быть устранены? По выявленным нарушениям прокуратура вносит свои меры прокурорского реагирования. Такой основной мерой прокурорского реагирования является представление. Представление должно быть безотлагательно, выявленное нарушениям должны быть также устранены безотлагательно. О результатах рассмотрения прокурор должен быть уведомлен не позднее месячного срока, со дня его внесения. Ну, по информации, поступившей от прокуроров, в настоящее время в большинстве случаев все нарушения устранены. Некоторые нарушения, которые требуют материальных вложений, они, конечно, сейчас вот в процессе устранения, там где-то требуется провести ремонт. А все остальные, что касается предоставления соответствующих справок, то такие нарушения, конечно же, были устранены либо в момент проверки, либо непосредственно сразу после этой проверки, в том числе и что касается обработки инвентаря. И еще раз хочу сказать, что кроме внесенных представлений, было внесено представление министру физкультуры и спорта, и данные нарушения также находятся на контроле в Министерстве физкультуры и спорта Рязанской области. Устранение данных нарушений. Ну, то есть все-таки в итоге, в новом году мы надеемся... Мы надеемся, мы надеемся, что будут ответственны и образовательные организации, и работники, которые там работают. А также надеемся, что будут более ответственны подходить к родителям, к здоровью и охране жизни своих детей. Потому что все-таки родители должны в первую очередь добить тревогу и говорить. Они лучше всего знают, как чувствует себя ребенок, какие у него есть заболевания. Поэтому я обращаюсь в том числе и к родителям. Берегите своих детей. Спасибо вам большое. Я напомню, что в гостях программы «Городские встречи» была Елена Селевестрова, помощник прокурора Рязанской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних. Спасибо, что пришли. Спасибо. Наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин